К 14 годам тюрьмы за госизмену приговорил сегодня суд бывшего сотрудника российской разведки Геннадия Кравцова. Он передал Западу секретные данные. Несколько лет назад Кравцов отправил электронной почтой письмо в Минобороны Швеции. Ну, якобы резюме, но вместо послужного списка досье на российский разведспутник. Кто же помог разоблачить бывшего агента? Репортаж Алексея Баранова. Уважаемые коллеги, мы завершаем съёмку и покидаем зал сюда, пожалуйста. Все материалы этого дела под грифом «секретно», поэтому на оглашении мотивировочной части решения судьи присутствовали только стороны процесса. Приговор почти совпал с требуемыми прокурором 15 годами лишения свободы. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной экологии строгого режима. Бывший сотрудник главного разведывательного управления Генерального штаба Геннадий Кравцов своей вины так и не признал. Вам понятно всё? Конечно, понятно, но всё это безумие, конечно. Но не всё понятно. Однако в официальном заявлении ФСБ сообщается, что деятельность Кравцова создала угрозу безопасности Российской Федерации. Основанием для возбуждения уголовного дела послужил выявленный в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий факт направления. По электронной почте на сайт радиотехнического центра Министерства обороны Швеции обращение, в котором Кравцов сообщил информацию о деятельности Российской космической разведки. В качестве дополнительного наказания суд лишил Геннадия Кравцова воинского звания подполковник. О задержании к сотруднику ГРУ стало известно 6 февраля, хотя арестовали его в мае прошлого года. Это кадры оперативной съёмки ФСБ. Кравцову сразу предъявили обвинение в государственной измене. Следствие доказало, что закончивший военную инженерно-космическую академию имени Можайского в Санкт-Петербурге Кравцов передал на Запад засекреченные технические характеристики спутника «Целина-2». Этот аппарат космической разведки предназначен для обнаружения и излучения наземных радиотехнических устройств, определения их координат, назначения, технических характеристик и режимов работы. По уступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства, накопитель на жёстких магнитных дисках, компакт-диск, опись документов и документ, перезарчивость направления ФСБ России. Помимо информации о спутнике-разведчике, Геннадий Кравцов разгласил свою должность в ГРУ. А вся являющаяся секретная информация содержалась в его письме, направленном на сайт радиотехнического центра Министерства обороны Швеции. Вину Кравцова подтвердила в том числе и проверка на полиграфе. По данным следствия, вознаграждение Кравцов так и не получил. Алексей Баранов, Вести.